Привет зрители! Вслед за Рапидом по тому же маршруту пойдет Карок. Это канал Z-Drive, а на я рулю на втором канале, я тут тестовый Рапид и выложил. Здесь Карок, который обещал вам в трассовом режиме проверить, рассказать. И сегодня мы это сделаем, но не на идеальной трассе М2, а по оригинальным подмосковным дорогам, которые, ну, получше, конечно, чем в том же Дагестане, где мы гоняли. Но, тем не менее, и рытвенный, и неровный профиль тоже бывают. Посмотрим, на что способен Карок 4х4 и стоит ли добавлять Карапиду к обычному хэтчбэку, чтобы купить кроссовер. Потому что добавка-то не маленькая, да, там полмиллиона, даже побольше будет. Ну, посмотрим. 225, 50, 18 колеса. Что ж, зима, но не шипованная. Это хорошо. И сразу за руль посмотрим. Сочетание. Единственное, возможно, с полным приводом 1.4. Новый, кстати, мотор. Вот сейчас вы видели, соответственно, какие расходы в автомобиле. Какой расход, какие расходы. Расходы у вас, что называется, зависят от того, как вы двигаетесь. Сброшу я этот самый расход. Сбрасываю расход. Все, у меня сбросилось. И будем двигаться. Режим драйв. Поехали. Проверим, как машина идет на трассе. Ну, естественно, сразу чувствуешь, что по-другому едет Карок. Он явно плавнее. Добавляется такая приятная мякоть. И не только из-за зимних колес, но в целом машина плавнее. И руль, кстати, другой. Там спортивный у нас был. С тремя спицами с перфорацией. Здесь, по сути, то же самое, но мягкая кожа без перфорированных вставок. Мне, конечно, перфорированный руль нравится побольше. Ну и как идет машина? Хорошо. Хорошо. Новая версия мотора, которая отключает два цилиндра. Ну, посмотрим, на что он способен. Включим пока мгновенный расход, но потом и средний оценим. Потихонечку разгоняемся. Проверяем работу автомобиля. Нравится ли вам мир кроссоверов? Ну, лично по мне, как раз кроссоверы не зря. Теснят все прочие кузова, потому что оптимально. Больше клиренс. Кузов, по сути, универсал. Но пропорции несколько иные. Больше пространства, больше воздуха, больше комфорта. Ну и, конечно, полный привод. Вот корок всем этим отвечает. Вроде бы компактный кроссовер. Он не сильно больше того же самого Рапида, но пошире. И, естественно, из-за этой самой высоты компенсирует то, что багажник, казалось бы, должен быть меньше. Ну, на практике ситуационная. Вот, смотрите. Работают два цилиндра. Два цилиндра работают. Максимальная экономия топлива. Частичная нагрузка. И ваш автомобиль все меньшим и меньшим расходом обладает. Не зря. Вот посмотрим. Там был 8,5 у Рапида расход по этому маршруту. А вот сейчас будем проверять подальше будут у нас участки. И педаль в пол придавим. Как всегда, проверим возможности автомобиля по полной. Посмотрим. Кстати, можно и стенд выкладывать. Я стенд снял. Трассу тогда не снимал серебристым короком. Ну, вот сейчас вот исправляюсь. Ох, как, да? 1,4. Но турбина знает свое дело. Было больше полутора тысяч. Если обороты, то под бустом, под тягой автомобиль весело срывается. И 150 сил вполне достаточно. Да, сорвить головам возможно будет мало. И корок, конечно же, с более интересным силом агрегатом поедет быстрее. И шасси, несмотря на большую мягкость и большую плавность, нежели тот же Рапид. Там ехал и чувствовал стыки, неровности. А здесь ешь и прямо вот с этой вот мякотью, как говорится, премиум. Когда-то сгладываются у тебя все вот эти небольшие неровности, кое-как много. И Рапид он их перечитывает, стыки. А здесь все, все, все вбирает подвеска. Все эти мелкие наши дорожные темы. Прям видно, да? Чуть больше раскачка, естественно. Но я считаю, как раз вот эта подвеска намного более интересна. И при этом ты не теряешь контроль над автомобилем. Это не в ущерб управляемости, не в ущерб возможностям по управлению автомобилем. Да, то есть руль четкий по-прежнему, машина по-прежнему четка. Но эта вот мягкость дает возможность двигаться и наслаждаться отечественными, пускай не самыми хорошими, но все же дорогами. Да, да, да. Чуть-чуть больше вы сейчас будете ловить этот эффект. Рапид не раскачивается, да. А здесь можно, я думаю, какую-то вот раскачку отловить. Будем сейчас это пробовать делать. Но, скорее всего, получится это у нас не так. Видите, опять работают два цилиндра. То есть, давайте у нас длитель 0,7. И это позволяет максимально экономить топливо, например, за грузовиком. Ну, почему бы рапид такой мотор, кстати, нового не ватнуть? Было бы еще экономичнее. Расхода вообще нет. Равномерно подвижит топливо. Да, минимум рьется. Вот что называется оптимизация. Оптимизация расхода. У американцев, правда, включается четыре цилиндра, соответственно. Там или два, у шестерок, у восьмерок четыре. Ну, а здесь, соответственно, дальше, наверное, на одном цилиндре уже вряд ли кто-то будет ездить. Ну, не совсем это логично. Тем не менее, пожалуйста, для пущей экономии все это удается. Кстати, можно пробовать отлавливать период отключения. Он не по разрыву тяги, а чуть-чуть больше такой нагруженности. Очень сложно это ловить, но можно, если при желании. А так большинство, я думаю, не почувствует того, что как-то двигатель потерял в тяге ради экономичности. Проезжаем мы неровности. Да, вот подвеска, конечно, кроссовера намного интереснее для наших с вами нужд. Намного, получается, плавнее. И тише, кстати, короб, чем рапид тот же самый. Вот так. Едем дальше. Будем сейчас обгонять. Как появится у нас разрыв, пойдем на обгон соответственно. В отличие от уже рапида, опять же, опция у нас максимально накручена. Поэтому разрыв стоимости еще выше. Тут и адаптивочка есть, и контроль мертвых зон. В общем, машина радует современным функционалом. Но, опять же, за все нужно платить. Форсунки подобны уже, как и на рапиде. Уровни верные, очень хорошо все разбрызгивает. Кстати, вот лишних звуков от руля как раз от двухспицевого нет. В отличие от рапидовского. Но там подвеска жестче, поэтому, естественно, возможность по тому, что что-то может, опять же, расшататься намного быстрее, чем подвеска. Плавная и мягкая. Вот сейчас поедем, друзья. Сейчас помчем. Посмотрим, как кикдам кнопочка есть под педалью. Педаль в пол отлично отрабатывает DSG. Споры переключают передачи. И мы на короке устремляемся вперед. Динамика достойная. Динамика достойная. Тормоза тоже. Они, кстати, тоже работают плавнее, чем на рапиде. Вот машина вся такая скругленная. То есть, Шкода обычно ноги жестковатые. Но здесь все прям для того, чтобы ездить по нашим дорогам. Ну, то, что нужно. Отлично. Проходим. Посмотрим, как будут еще идти по волнам. Сейчас дальше будет участок. Где мы прохватим, прохватим на автомобиле. Посмотрим на возможности. Да, это региональные дороги по-прежнему. Вот видите. Стыки тут. Стыки на рапиде чувствовались. Посмотрите на Ярулю, соответственно, видео. Здесь, ну, как будто уровень дороги улучшился. На самом деле этого не произошло, как вы понимаете. Это всего лишь изменение типа транспортного средства. С хэтчбека, такого поджарного, да, динамичного. На кроссовер, который в итоге в наших условиях предпочтительно быстрее, комфортнее, удобнее. В общем, доставляет. Доставляет удовольствие за рулем. Поворачиваем. Но уже в несколько ином варианте, когда ты едешь и понимаешь, что тебе эти все ухабы вот здесь, хоп, да, как-то подвеска отрабатывает все равно. Никакого вот этого подробного повторения профиля здесь нет. Круто? Пожалуй, да. Сейчас будем обгонять Land Cruiser, педаль в пол. Посмотрим. Ну, вот уже, да, после 120 чувствуешь, да, может быть, надо было побольше лошадиных сил. Заслуживает корок большего мотора, но, к сожалению, версий спортивных нет. Но и этого, да, более чем достаточно. Вы уже весело заложили скорость за предельно допустимую. Дальше уже, как говорится, если ее замерить реально, можно лишиться прав. Не стоит этого делать, но я продолжаю двигаться вперед. Класс. Поворот. Да, чуть, вот видите, вот сейчас вот на волне. Чуть-чуть больше этой раскачки. Это разумная плата за подвеску, которая позволяет намного увереннее себя и комфортнее чувствовать. Ныряем вниз. И едем дальше. Странное такое место. На самом деле это поселок, но никакого знака о том, что это поселок, я не вижу. Это вы удивительное. Видите, какая-то дорога вдоль. Сложный поворот. Посмотрим, как автомобиль с ним справится. Проверим. Поворачиваю. Под разбитый участок. Да, видите, мягче, плавнее все отрабатывает. Естественно, даже в салоне звука тоже меньше, потому что подвеска помогает и не растряхивает, как говорится, кузов на больших неровностях. Кроссовер это плюс. Кроссовер это плюс. И здесь поборники жестких подвесок, мне кажется, в нашей стране, в наших пенатах, они, конечно, повержены подобными решениями, которые Шкода предложила. Но предложила совершенно иной подход. Смягченный, срубленный, но при этом по-прежнему четкий по рулю, что удивительно. Чуть-чуть грань подправили, и как раз стало идеально для нашей дороги, для наших неровностей. Сейчас посмотрим. Вот у нас будет сейчас дорога с лежащими полицейскими. Проверим, как она, как она машина будет отрабатывать. На Рапиде на 50 было жестковато, а здесь другое дело. Другое дело, кто скажет, ну звук вроде такой же. Звук-то, может, и похож, но подвеска это все проглотила вообще. Прямо вот как нужно. Сейчас будет еще один лежачий полицейский. Посмотрим, как будет на нем соответственно. Вообще был переход 20 на 4. Посмотрим. Неровности. Вот вся мелочь, она буквально перерабатывается короком. В этом главный плюс подвески. Так, еще один лежачий полицейский. Проверяем на меньшей скорости. Проезд прям идеальный. Хотя подвеска, опять же, тихо ее не назовешь, но до срабатывания на грани очень далеко. Но, опять же, да, то есть сильно быстрее все-таки не поедешь. По лежачим полицейским. Продолжение следует. Продолжение следует... Ныряем вниз И, в принципе, мы приехали Итог Ну, очевидно, да Корок дороже, рапида И предлагает больше комфорта Больше удовольствия Больше даже динамики в каком-то смысле Потому как подвеска позволяет ездить Меньшего, уделяя внимание, неровностям При этом автомобиль вполне себе четок и быстр Это приятно Это приятно И это здорово Давайте посмотрим, какой у нас получился расход Средний расход А, он средний расход выше, кстати Вот что удивительно Все-таки выше Все-таки выше Плата за кроссоверность Она отразилась на расходе Действительно не 8,5 А на 3 литра Больше Поэтому Или 2 2 на 2 на 2 Математика за меня так себе Но, как видите, полный привод Отсутствие какой-либо пробуксовки В любых положениях И больше комфорт, большая масса Естественно, заставляет вас накинуть больше на топливо Но я считаю, разумная плата за движение с большим уровнем Того самого комфорта Получился Как-то у меня, да Масло масляное Но, тем не менее Не всегда дается в реальном времени Чтобы речь была четкая Сбалансированная Гармоничная Тем более Каких-либо подготовок нет Как есть Что вижу Как чувствую Как еду О том вам и заслагаю Рассказы На этом с вами буду прощаться Испытали коробку В таком региональном трассовом режиме Не по трассе там с максималочкой А вот как обычно ездят Да Вряд ли кто-то будет ездить быстрее 150 Ну, а я на этом с вами прощаюсь До новых встреч Пока, дорогие зрители Кстати, интересно А есть у нас направляющая Да, движется ли она Не, статичная Вот За это можно Шкоду поругать Если хотите Вот удивительно Но статичная направляющая Это программная история И вы видите, да Что Направляющая Которая есть У кругового обзора Да У партроников Она, соответственно, представлена А при этом У камеры нет Ну, как-то вот так Ладно Буду прощаться До новых встреч Пока Прокатали Два автомобиля Шкода Рапид Чтобы ощутить Что такое, да Современный хэтчбэк Для семьи И вот Корок Альтернатива Более интересная Вне всякого сомнения В наших Отечественных Просторах С более комфортной Подвеской При этом Не в ущерб Динамике Не в ущерб Движению А наоборот Получается, что Более выгодная Более интересная По езде Машина До новых встреч Пока Будем следить За следующими Моментами Кстати, да Что-то я ездил Не в авторежиме Ладно Это я уже Не уделил Чао